Привычный масштабный день учителя не проводился, однако педагоги не остались без внимания. В администрацию пригласили тех сотрудников образовательных учреждений, которые удостоились наград. Безусловно, какие-то есть достижения определенные именно в образовательной среде у наших учителей, поэтому мы стараемся к этим моментам приурочить наши поздравления, наши благодарственные письма и почетные грамоты. Это приятно, это гордость какая-то, это какое-то признание твоих заслуг действительно поработало. Хорошо, тебя заметили, признали. Да, это гордость. Каждого педагога вызывали для награждения и сопровождали аплодисментами. Работников образования ждали цветы и почетные грамоты. Пандемия диктует свои условия, поэтому лица главных людей на этом празднике были скрыты масками, но казалось, что и сквозь них можно разглядеть широкие улыбки. Слова благодарности педагогам сказали Елена Бирюкова, заместитель главы администрации городского округа Пущино и Алексей Воробьев. Хотел бы искренне слова благодарности всем нашим учителям сказать. К сожалению, пандемия и особый режим не позволяют нам собрать большие залы, как мы это привыкли видеть, и именно со сцены поблагодарить. Поэтому поздравляю, желаю крепкого здоровья, успехов в образовательном процессе и, конечно же, отзывчивых родителей, потому что не так часто приходят слышать слова благодарности, но, безусловно, я думаю, что все родители благодарны. И вот, как также отец, пользуясь случаем, поздравляю и благодарю наших педагогов. Больше всего я люблю, когда дети приходят на урок и с радостью занимаются моим предметом. Когда они не болеют, когда не приносят справки, а когда, если я задержусь, бегут за мной, Наталья Алексеевна уже звонок, давайте начинать урок. Вот это радует. Во время поздравления глава города вручил Наталье Алексеевне знак почетного работника образования. Она преподает в школе с 1993 года. Ну, во-первых, я очень признательна, очень благодарна за такую, не знаю, оказанную честь, за эту награду. Конечно, и благодарю и директора, Румянцева Галина Юрьевна, отдел образования, Кулаткина Татьяна Николаевна. Очень много мы работали с Еленой Васильевной Бирюковой, когда я была заместителем директора по учебно-воспитательной работе. И благодарна ей за теплые слова, которые она сказала, когда мне вручали эту награду. И, конечно, я так думаю, что все-таки немалую роль сыграл еще и мэр нашего города. На праздничном мероприятии присутствовали и сотрудники Дюц-Радуга. Они также получили почетные грамоты. День учителя – праздник цветов, подарков и внимания тем, кто привык сам бескорыстно отдавать и заботиться. Педагоги рассказали, какие сюрпризы запомнились им больше всего. Я не могу вспомнить именно на День учителя подарка. Я могу просто вспомнить подарок от своего класса. Это был большой плюшевый медведь с корзинкой, в которой дети положили записочки с признаниями любви. Вот это был идеальный подарок. У меня был класс, когда второй мой выпуск, нет, первый мой выпуск, День учителя. И они меня позвали в зал. И они в зале выложили, в спортивном зале, из роз выложили «поздравляем». Слово «поздравляем». Я просто вообще вот… И рядом шарики, шарики. Ну, знаете, большой спортивный зал. Это было настолько вообще потрясающе, настолько красиво. Еще один подарок, который педагоги называют своим любимым – это искренне теплые слова учеников. Многие помнят своих учителей и после того, как окончили школу, и продолжают их поздравлять. В памяти, безусловно, это первый учитель Любовь Николаевна, как сейчас вот помню. Казалось очень строгим педагогам, но на самом деле я понимаю, что это очень важно и необходимо было немножко построже с нами, именно в таком малом возрасте, потому что особенно ребята, они иногда и хулиганить себе позволяют. Но вот такие вот впечатления они остались, и искренне благодарен своему первому педагогу. Педагоги – это люди, которые учат не только математики, литературе или физике, но и тому, как дружить и общаться. Они помогают познавать мир и себя, и за дня в день поддерживают своих учеников и радуются их успехам. День учителя – возможность вспомнить всех тех, кто был рядом в школьные годы, и найти время, чтобы просто сказать спасибо. Ксения Франзин, Иван Хромов, Тимофей Акимов, ТВС Пущено.